Акционерное общество Как вырастают целеустремленные, сильные, волевые дети, мальчики и девочки, которые становятся гордостью целой страны, выступают за национальную сборную и приносят радость и счастье огромной армии любителей футбола. Про то, откуда берутся дети, мама точно знает лучше всех, а еще она понимает, чего стоят тренировки в любую погоду, каким жестким может быть тренер, какой тяжелой бывает победа и несправедливым мнение болельщиков. Мама знает все. Это проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Наша главная героиня сегодня российская футболистка, полузащитница и защитница, игрок женского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вероника Куропаткина. А в студии персонаж еще главнее. Мама Виктория Юрьевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Виктория Юрьевна, а вы с детства осознавали, что ваша дочь, вот, это не та девочка, которая будет играть в куклы, там, будет любить Барби, или это понимание пришло попозже? Нет, я думала, она будет играть в куклы. Надеялись, да, где-то все-таки на то, что будет девочка как девочка, да? Я покупала и коляски детские, и кухонки. Кухонки, да, всяческие разные там. Нам дарили на день рождения кухонки, потому что сама я не покупала, потому что я видела, что она все время просила мяч. Например, день рождения или еще что-нибудь. Никулечка, что тебе купить, что тебе подарить? Мне ничего не надо. Мяч, футбольная форма. Все. Виктория Юрьевна, а вы строгая мама? Я думаю, очень. По строгости. Я думаю, что мой ребенок, наверное, раньше меня любила где-то в глубине души. Очень глубоко. Да. Виктория Юрьевна, вот как вы считаете, какая главная черта характера сделала вашу дочь успешной спортсменкой? Ну, наверное, целеустремленность, любовь к футболу. Я думаю, вот любовь к футболу – это самое... Самое главное. Самое главное. А она по темпераменту на кого похожа? Ну, на меня или на бабушку. А какая бабушка у вас? Ну, бабушка у нас... Бабушка у нас футболистка. А, ну все. В прямом смысле слова? Почти. Она очень любит футбол. Всегда любила. И мы были маленькие, она всегда смотрела футбол. Ну вот мы на занятии докопались. Откуда же вот это... Откуда это все появилось? У нас бабушка на воротах стояла. Давайте мы говорим об этом с самой бабушкой. Да. Есть предложение позвонить. Ее зовут? Анжела Владимировна. Анжела Владимировна. Звоним Анжеле Владимировне. Да, здравствуйте. Анжела Владимировна, ну расскажите нам, вот нам только что Виктория Юрьевна сказала, что вы-то футболистка на самом деле? По неволе. Это когда Микуша маленькая приезжала, мы с ней ходили в футбол играть. На воротах стояла. Вы с ней вдвоем играли или целой командой? По-всякому было. Ну чаще вдвоем. А когда команда, тогда она уже без меня обходилась. Анжела Владимировна, я тогда понимаю, что значит вы в любом случае либо занимались каким-то спортом, либо просто гиперактивный человек по жизни, либо человек влюбленный в футбол. Скорее всего третья. Я с детства очень люблю футбол и я являюсь хорошим болельщиком. Просто с детства как. Ну в основном сборные обожала, когда какие-то чемпионаты были, Европа, мира, еще в советское время. Ой, Анжела Владимировна, рассказывайте, кто у вас был любимый футболист? Стрельцом вообще-то. Анжела Владимировна, вот ваша дочка нам сказала, что она противостояла Веронике, когда та хотела заниматься футболом. Вот она хотела, чтобы она была медиком. Просто увлечение папы как-то передалось ей и она увлекалась. Ну и Вика всегда против была. Она против того была, чтобы дочка уезжала куда-то. Вы помогали внучке противостоять маме? Ну, по возможности. Просто мама хотела, она золотую медаль в школу закончила. Мама говорила, что из нее хороший врач получится. Она очень внимательная, ответственная и прочее. Но как-то не сложилось. А вот вы сказали, что вы стояли на воротах, а Вероника вам забивала. А у вас травмы на поле были? Нет, только болели ноги немножко, когда мяч попадал. Это очень больно оказывает. Анжела Владимировна. Она там, знаете как, собирали команды. И еще одна девочка была, они против мальчиков играли. И они все время побеждали, девчонки. Пацаны, вот у нас обувь неудобная, у нас это, пойдут перебуются опять проехать. А вообще команды были здесь, они играли постоянно. Ну, я сопровождала внучку. И как это замечательно, когда бабушка может стоять на воротах. Спасибо вам большое, бабушка Вероники Куропаткиной. Всего доброго, до свидания. До свидания. Виктория Юрьевна, а как часто вы в настоящее время видите свою дочь в красивых платьях, в строгих юбках, на высоких каблуках? На день рождения ее я видела. На каблуках и в платье. А так это редкость все-таки, да? Все-таки спортивная форма уже приросла по большому счету. Кроссовки, да, спортивные костюмы, джинсы. Но у нее есть туфли, есть платья, есть костюмы какие-то, когда они с Линой куда-нибудь выходят. Лина Якубова, я так понимаю, подружка по команде. Наверное, вот с инициативы Лины они одевают туфли. Мне хотелось бы, что больше юпочки, платьица, каблучки, да. Виктория Юрьевна, а вот посмотришь на Веронику, она все время улыбается, смеется. А слез много было от обиды, от боли, от разочарования во время уже того момента, когда она занималась футболом? Были слезы, было разочарование, когда проигрывали. У нее всегда слезы, у нее всегда, я не могла ей, вплоть до того, что я, например, ей набираю, она плачет и говорит, я не хочу разговаривать и бросает трубки. Это если вот проиграли, да? Да, да. Это после любой неудачной игры или? Это прошло, когда она перешла в «Зенит». Серьезно? Да. То есть, по большому счету, получается, что большую часть своей спортивной карьеры, но если смотреть на ее в ее нынешнем состоянии, она невероятно переживала и очень близко к сердцу воспринимала в любой момент. Она и сейчас воспринимает, но я ее вижу счастливой. Она переживает, ей там не нравится, когда там как-то она сыграла не так, она расстроенная. У нее к себе очень много претензий. Самокопатель. Угу. Перфекционист. Она такая требовательная к себе, она никогда не скажет, что я сыграла отлично или это. Я говорю, ты сыграла отлично. Нет, не отлично, это ты в футболе не разбираешься. Ну вот так вот все время. Для вас лично какой период был самым сложным в становлении Вероники как спортсменки? Для меня, когда она в одно утро звонит, у нее такой голос довольный, я так обрадовалась. Она говорит, мне сейчас пришел вызов из Москвы на просмотр. Я говорю, Ника, даже не думай. Она говорит, да. Я говорю, Ника, нет. Я говорю, категорически нет, я слышать ничего не хочу. Она, мама, я взяла билет, я улетаю. Я не знаю, что было со мной. Она улетела в этот же день из Москвы, то есть там снимали ей квартиру в Краснодаре, там все вещи, чтобы вы понимали. Это книги, вещи, ну это все. Мы пол ее квартиры перевезли в Краснодар. И она улетает вечером. Больше она не вернулась в эту квартиру. Взяла какую-то одежду спортивную, кроссовки, бутсы, там, да, ну вот такое вот все. Все улетело, она пошла на просмотр, ну и потом говорит, я остаюсь. Потом папа наш ездил в Краснодар, забирал эти вещи. Это вы рассказываете в тот период, когда ее пригласили играть в «Локомотив». Да. Мы к этому моменту еще тоже подойдем очень подробно, тем более, когда мы понимаем, что это было самое... Это такой был ужас, я говорю, а меня трясет. Ваша дочь может на поле притворяться, изображать боль? Нет, однозначно нет. Она скорее, наоборот, если будет больно, то она это не покажет, мне кажется. Перетерпит? Да, да. Я очень часто говорю, наоборот, не терпит, вот что-то у нее заболит, я говорю, отдохни, не терпи, скажи там, что у тебя что-то болит. Нет, нет, все нормально, она сразу, для нее катастрофа не ходить, если на тренировку. Ну, например, да, там легкое что-то, и там надо два дня, вот там, ну, она ходит на массажи или куда-то, она говорит, я не была на тренировке два дня, если, то она как будто я не была месяц. А быть в игре агрессивной, жесткой она способна? Ну, биться за мяч она будет однозначно, и кто, соперник, наверное, не имеет значения, в любом случае. А в детстве Вероничка могла подраться? Вероничка могла подраться, я не знаю, но однокласснику досталось один раз, он там что-то сказал, ему мало не показалось, но больше он не говорил, зато ничего лишнего. А вот бывает, что игры с Вероникой вы вместе обсуждаете, или лучше этого не делать во избежание конфликтов? Ой, ну, вы знаете, игры, прям, саму игру она обсуждает с папой, как-то со мной она игры, я всегда говорю, ну, я не то, что говорю, я знаю, я уверена, что у нее будет все отлично, что у нее все получится, что она лучше, это однозначно. А саму игру она всегда, ну, там, я ей позвоню, поздравлю, ну, там, буквально, там, 2-3 минуты, она говорит, мам, сейчас я папе позвоню, вот, с папой насчет игры, они часами разговаривают, а папа у нас вообще может по 2-3 часа разговаривать насчет футбола, насчет игры. Что за игрушка служит талисманом Вероники на матчах? Это, когда еще она в Лазаревске жила, у нее подружка Яна ездила в Питер часто с родителями отдыхать, и она знала, что Ника очень любит «Зенит» команду, и она пошла в магазин «Зенит» и купила ей львенка. Потом этот львенок остался же дома, когда она уехала в Москву, она попросила, когда перешла в «Зенит», прислать львенка, я ей прислала львенка, потом она со сборной куда-то поехала в самолете, она забыла этого львенка. Она плачет, мне звонит, мама, я забыла львенка, что мне делать? Мы стали обзванивать аэрофлота, аэропорт, там все, но, к сожалению, именно этого львенка мы не вернули. И она поехала в магазин сразу же и купила точно такого же львенка. Теперь у нее душа спокойная, и у меня тоже самое главное. И он всегда с ней на играх? Да, да. Эта программа «Мама знает все», мы ненадолго прервемся. Как воспитать чемпиона? Мама знает все. И расскажет на Авторадио. Вероника Куропаткина. 2014 год. Серебряный призер и лучший полузащитник первенства России среди девушек до 17 лет. 2016 год. Чемпионка и лучший игрок первенства России среди девушек до 19 лет. Дважды серебряный призер чемпионата страны и обладательница Кубка России 2020 года в составе команды «Локомотив». В 2021 году бронзовый призер российского чемпионата в составе футбольного женского клуба «Зенит». В студии «Мама» Вероники Куропаткиной. Виктория Юрьевна, мы продолжаем программу «Мама знает все», проект, созданный по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Виктория Юрьевна, давайте еще раз по порядку. Где родилась Вероника? Не в Сочи же, да? В Ставрополь. Да, и когда 4 годика ей было, мы переехали в Сочи. Ну, поселок Лазаревский район. И уже с этого возраста приблизительно она уже начала ходить с папой на футбол. Я потом тысячу раз вспоминала этот момент и думаю, если бы я знала, что с того началось, то я бы не отпустила ее с ним. Вот честное слово, вы не представляете, сколько раз я вспоминала этот момент. Что сама же упустила, да? Я думаю, как я отдала ребенка, чтобы он взял ребенка на это поле с собой. Так, а что... И он такой довольный, ой, ей так нравится, мы вот ей мячик даем, она там вот играет на бровке, у нее так хорошо получается. То есть здесь мужики гоняют на поле, а ей дают тоже мячик, и она на бровке тоже ее цепанула, значит, да? Да, потом там дети друзей тоже приезжали, ну, мальчики старшие. И папа всегда так нравится, он думает, ну, ерунду какую-то говорит, нравится там что-то в мячик, думаю, ну... То есть вы сначала не очень подозревали, что процесс тоже пошел, да? Нет, не очень. Пропустили вы, пропустили этот момент. Она вот стала просить папу, я хочу на футбол. В итоге, получается, Вероника в 6 лет пошла в футбольную школу. Да. И знаете, я предлагаю поговорить с первым тренером Вероники Куропаткиной в детской и юношеской спортивной школе города Сочи, Евгением Кошечкиным. Давайте. Здравствуйте, здравствуйте. Евгений Владимирович, вы первый тренер Вероники Куропаткиной. До нее вы тренировали только мальчишек? Она у меня тренировалась вместе с мальчиками. Ну, она, получается, у вас была первая девочка? Да, первая, самая лучшая. А как вы взяли ее к себе в команду? Я взял в первом классе, отец привел к Юре. Ну, я так как не занимался ни разу с девочками. Я спросил у директора. Директора мне сначала не разрешили. Все равно она ходила ко мне, там нельзя было записывать в журнал. Она занималась у меня. Ну, потом я подошел к директору, когда, ну, через годик, через, там, говорю, что девочку нужно записывать. То есть, ну, она действительно выделялась среди мальчиков. И набор был ребят очень приличный такой. А как Веронику приняли мальчишки? Да, она в начальных классах, в начальных классах, когда она ходила, она там с ними разбиралась. То есть, она строила там их, они ее там. И никогда не обижали, в принципе. Но ведь, потому что она в футболе была. А получается, что она вообще лет до 18 тренировалась с мальчишками. Ездила на турниры и играла даже в команде мальчишек? Пока в школе училась, она играла за мальчиков. А потом ее уже приглашали, там она играла уже в Кубаночку. Но 14 лет ее уже вызвали в сборные. Я так понимаю, что вы для себя тоже это, да, считаете, как какое-то определенное достижение. Ну, когда уже пошли юниорские, молодежные сборные. Я гордился и сейчас гордюсь, но я всегда ей говорю, что когда она попала сначала в первенство края, в сборную края, я говорю, Ника, это не твой уровень, ты должна в сборной России. А сейчас я говорю, Ника, это не твой уровень, ты должна где-то играть профессионально, ну, желательно, если получится, заграниться в хорошем профессиональном принципе. Спасибо вам огромное. Евгений Владимирович Кошечкин был у нас в эфире. Первой командой Вероники в 2016 году стала Кубаночка, да? Все правильно мы говорим? Да. Это в Краснодаре? Да. То есть дочка уехала из дома? Нет. Тренировалась она с мальчиками, с Евгением Владимировичем, а ездили мы на игры туда. За Кубаночку как раз? Да. Вон какая, оказывается, схема была интересная. Так, дальше. А уже в 17-м Вероника переходит в Дончанку и получается тут уже переезд. Переезд, но ненадолго. И хотелось другого уровня. Но уже в этом 2017 году, я так понимаю, ее уже там заприметили. Заприметили ее в локомотиве, потому что в следующем сезоне она появилась именно в столичной команде. И вот тут произошел как раз тот переломный момент в истории семьи Куропаткиных, о котором, я думаю, Виктория Юрьевна нам расскажет отдельно. Да. Она позвонила из Краснодара. Утром довольная, счастливая. Говорит, мам, меня пригласили в Москву на просмотр. Я говорю, Ника, нет. Нет, даже не думай об этом. Локомотив или что это. Я говорю, нет. Она говорит, да, я взяла билет. Ну, и с этого дня начался, наверное, ужас мой. Она улетела, собрала рюкзак, оставила все вещи в квартире. Квартиру ей снимали. То есть, понимаете, да, полуазаревской квартиры. Было вывезено туда и учебники, и одежда, и все-все-все. И здесь она берет рюкзачок и налегке улетает в Москву. Больше она в эту квартиру не вернулась. Она прилетела. Папа с ней разговаривал по телефону. У меня был такой шок. Мы с ней, наверное, за всю жизнь первый раз не общались с ней пять. Я не могла этого принять. Думаю, так, ну ладно, она приехала. Я не буду никак принимать участие ни в чем. И она вернется домой. Ну, папа втихаря помог ей материально. Это потом я узнала. Я же ждала ее возвращения обратно. Кристина Ванькова с мамой ей очень помогли. Она первое время у них останавливалась, пока не нашла она квартиру там. Ну, потом уже, чтобы не быть врагом, не то, что я приняла, но я не стала категорически против, наверное. Потом, ну, начались тренировки в локомотиве. Москва ей нравилась. И были даже такие, да, моменты, вот если там у нее что-то, ну, не получалось, как ей казалось, там на тренировке все. Я говорю, Ника, уходи из футбола. Ты будешь жить в Москве. Я говорю, ты так же будешь продолжать жить в Москве. Если захочешь, мы сейчас приложим все усилия. Переведешься это в институт московский. Ну, это же несложно. Я говорю, уходи из футбола. Я говорю, ты найдешь чем себя занять. Но она нет. Она, я люблю футбол, я обожаю футбол, я без него жить не могу. Я люблю ее, она любит футбол. Притом я вполне допускаю, что Вероника при ее решимости, при том, что уже к этому, даже к своему 18-летию, она принимала достаточно серьезные, жизненно серьезные решения самостоятельно, что-то еще и скрывала от вас, да, и про свои переживания, и про свои эти самые планы. Но вполне возможно рассказывала подруге. Возможно, подруге Яне, которую мы пригласили сегодня к нам в программу. Всем привет. Яна, а вот мама Вероники уже сказала, что вы совершенно другой человек, что вы вот не футбольная. А чем вы занимаетесь? Да, я не футбольная. Я по специальности юрист. Больше скажу, я даже не особо спортивная. Я всю жизнь смотрела на то, что Ника ходит в зал перед тренировками, и бежала за ней, чтобы тоже заниматься. То есть вы поддерживали такие ее влечения футболом, да? Да, конечно. Ну, тут нельзя не поддерживать. Ника очень целеустремленный человек. И я вообще удивляюсь, удивлялась и удивляюсь по сей день тому, как она не перегорела в какой-то момент. Вот у нее была мечта, и к ней она и шла. Яна, а характер у нее взрывной? Вот все равно, да, знаешь, когда говорят там, что вот девушка-футболистка, это же нужно понимать, что это вот, да, но это все-таки такой достаточно жесткий, в том числе и контактный часто вид спорта, да? Да, у нее есть вот эта нотка. В моменте какой-то ярости ее может что-то настолько вывести из себя, но она всегда держалась. Держалась, но были моменты, когда и мы с ней что-то не поделим, начнем ругаться. Ника доказывает свою точку зрения до последнего. Я и свою, ну, в общем, как и, в принципе, у всех. Да, но все-таки я считаю, что по своей натуре внутри она очень сентиментальна, очень мягкая в любом случае. Возможно, просто на поле этого показывать нельзя. Еще хотелось бы услышать твой комментарий о том, как ты была в лагере вместе с Никой, и мама имела тайный план, что, возможно, в этом самом лагере Ника, увлекаясь какими-то, возможно, другими мирными историями, забудет немножко про футбол. Но в итоге получилось что? Получилось, что Нику приглашают в сборную, мы в лагере. Да, Ника пыталась расслабиться, но когда она получила это приглашение, все, наша жизнь в лагере перевернулась. И я точно знала, что она спит и видит, когда он уже закончится, и когда она поедет в сборную. Начался такой период, когда она понимала, что физически, возможно, она немного не готова на данном этапе. И что она мне говорит? Яна, мне нужен футбольный мяч. Мы идем в лагере искать с ней футбольный мяч. И я, как подруга, получала ее передачи, накидывала ей мячик. Она меня учила, как правильно его ловить, как ей его накидывать. В общем, мы тренировались, я с ней бегала, бегали по вечерам. Каждый раз после какой-то пробежки она опускала руки и говорила, да нет, все это фигня, здесь нет нужного инвентаря, здесь нет нужной практики, я не смогу. Я говорю, так, встали, побежали. В итоге Ника попала в сборную, все-таки все прошло удачно. Яну можно было представить. Яна Костенко, персональный тренер Вероники Куропаткиной, которая готовила ее. Это было перед юниорской сборной, да, получается? Ой, я вот тут, честно сказать, немножко путаюсь. Ян, очень прекрасная, конечно, история. Последний вопрос. Правда ли, что Вероника еще и обожает водить машину? Говорит, это ее успокаивает. Да, 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 Ника. Я вам больше скажу, Ника очень круто водит машину на механике. И я всегда удивлялась ее манере вождения, действительно. Она реально водила машину на механике. Мне кажется, люди просто сдают на механике и забывают, что такое механика. Но не Ника. Все кочки, все горки, это все ее. Я думаю, что автомобиль действительно ее успокаивает. Она любит включить громко музыку, ехать, о чем-то думать. Наверное, вероятнее о футболе. И, собственно, так все, да. Спасибо огромное. Спасибо. Великолепный рассказ. Прекрасная подруга. Прочувствовали многие моменты, да, которые вас связывают. Ну, такой дружбой стоит дорожить. Яна Костенко была у нас в эфире. Всего доброго, счастливо. Янусечка, спасибо. Спасибо. До свидания, до свидания. Виктория Юрьевна, Вероника давно за рулем? С правами? Да. С правами с 18 лет. А без? А без. Папа ее учил кататься в машине, ездить на машине, когда она, я не знаю, может быть, лет 13 было там в Лазаревке. Потом, без прав, она умудрялась несколько раз с Яной взять ключи и уехать. Но я обнаруживала это через секунду. Я звонила, поставь машину на место. Ничего себе. Было такое, да. Но на права я и сказала. Иди сдавать на права. Она говорит, мне нет 18 лет, это на 17 пошла учиться, а в 18 ей выдали права. Но сейчас она говорит большое спасибо, что вот я тогда закончила, пошла учиться. Она тогда, зачем мне это надо сейчас, я пойду в 18 лет. Я говорю, не надо ждать чего-то, иди сейчас, и как раз в 18 лет получишь права. Она права на поблату сдавала как знаменитость? Ну нет, ну какая знаменитость? Нет, ну я вам даже хочу сказать, мы же приехали на экзамены. Она первая вышла и говорит, я сдала на отлично. А потом вождение. Вождение она сдала со второго раза. С первого раза она не сдала вождение. Ну и то это очень, да, редко, редкий и красивый сценарий, могу я вам сказать, если тут на отличную теорию назвать. Она зубрила. Она зубрила, вот то, что там задавали, она все зубрила. Потом с водителем они ездили, сколько-то там, две недели. И все. И потом она стала ездить. Она очень любит машину. А машина у нее какая-то особенная? Вот цвет, марка? Нет, не особенная, обычная. Я же слышала, что она там и по стране, там чуть ли не тысячи километров набирает, и ездит, и обожает путешествовать именно на автомобиле. Ну да, но я не очень люблю и не очень разрешаю ездить, путешествовать. А она вас слушается сейчас, да? Нет, она всегда меня прислушивалась. Раньше она прислушивалась, а сейчас она слушается. Вот какие интересные процессы? Она меня слышит, наверное, сейчас. Раньше она не хотела слышать. Она из Москвы в Питер приехала с папой на машине за рулем. Ну тогда был ужас для меня. Я через каждые пять минут на связи, потому что я-то дома осталась. А они переезжали? Ну да, у нас так получилось. Мы вместе приехали, потом мне надо было вернуться, потом папа один поехал, и они переехали вдвоем. Но у нас папа везде. У нас папа, наверное, больше, чем мама. Даже так, в каких-то таких моментах. Итак, из Москвы в Питер вместе с папой Вероника Куропаткина переезжала на своей машине. То есть мы незаметно подобрались к тому, что в прошлом году из московского локомотива Вероника Куропаткина перешла в питерский «Зенит». Об этом подробнее через несколько минут после небольшого перерыва. Еще раз всем добрый вечер. Продолжаем нашу программу «Мама знает все». Наши постоянные слушатели заметили, что все чаще мы говорим о женском футболе. Что кажется прекрасно. Это проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». В студии Татьяна Гордеева, Катрина Гасина. Беседуем с мамой футболистки питерского «Зенита» и национальной сборной Вероники Куропаткиной Викторией Юрьевной. В «Зенит» Вероника пришла в 2021 году. Виктория Юрьевна, как вы восприняли это решение, или вы его всей семьей обсуждали? Ну, вы знаете, были такие случаи, когда она говорила, мама, мне надо в какой-то клуб. Я хочу в клуб. Я говорю, Никуль, ну вот если бы была тренером Ольга Сергеевна, то я бы тебя, может быть, и отпустила в какой-то клуб. Давайте сразу поясним, что Ольга Сергеевна – это Ольга Сергеевна Порядина. С которой вы были знакомы к тому моменту, потому что в сборной пересекались, да? Ну, мы приезжали с папой на игры, естественно, виделись с ней там и пересекались. И она ко мне как-то подошла в Сочи после игры. Говорит, ну вот, Виктория Юрьевна, мне бы хотелось, вот Ники бы в Москву надо. Я говорю, Ольга Сергеевна, пожалуйста. Нет, я говорю, я ее не отпущу, не надо. Она хорошо, я понимаю вас как мать, хорошо. Прислушалась ко мне, я так думаю. То, что она прислушалась, как бы остановился разговор, ну и у меня на душе отлегло. И когда Ники пришло приглашение из «Зенита», тут же она перезвонила мне, не папе. И я говорю, Николя, конечно, да. Я говорю, здесь думать даже нечего. Но у меня решение было в ежесекундную. Но я думаю, что с моим настроем и у нее в ежесекундную это решение пришло. Но я хотела. Мне спокойнее было, как матери, что если бы она была с Ольгой Сергеевной. Но в «Локомотиве»-то у нее же тоже все хорошо было. Я понимаю, да, хорошо. Ей тоже нравилось. А может быть, главное еще и в том, что с детства Вероника тоже болела за «Зенит». Да, она очень любила «Зенит». Они с папой ездили там. В Краснодар приезжал «Зенит» там с кем-то играть. Я-то не ездила никогда. Я не могла эти матчи переносить. Для меня это было очень тяжело. У нее было все «Зенитовское». У нее и копилки «Зенитовские», и форму она себе «Зенитовскую» уже заказала. Это когда еще у нее даже никаких перспектив не было попасть в «Зенит», когда она совсем девчонкой была, получается. Да, может быть, лет 11-12. Но это какой-то же знак. Да, это был знак, я думаю. И это повод поговорить с главным тренером женского футбольного клуба «Зенит» Ольгой Порядиной. Здравствуйте, здравствуйте, Виктория. Ольга Сергеевна, спасибо вам огромное за то, что поверили и верите в Никулю. Я надеюсь, она никогда вас не подведет, а вы всегда ей будете только гордиться. И спасибо за мой спокойный сон второй год. По-моему, бесценные слова от мамы для тренеров. Очень приятно, Виктория. Вероника начинала заниматься футболом с первого класса в Краснодарском крае, когда, ну, по сути, серьезных соревнований для девчонок почти не было. Теперь в календаре женского футбола есть и юношеская, и молодежная лига. Вы следите за этими соревнованиями? Конечно, конечно, и за молодежным первенством, и за ЮФЛ даже возрастами. Слежу, даже получилось так, что была, когда на стажировке в Нижнем Новгороде, у Александра Анатольевича Киржакова удалось побывать даже на турнире ЮФЛ. Они готовились к первенству и даже посмотрела лично. То есть все равно следишь и за нашей молодежкой. Поэтому большое внимание уделяем нашему подрастающему поколению. Если мы не будем следить, развивать наших юных футболистов, то не будет того фундамента, на какой можно будет опереться. Потому что все равно возраст основной команды, да, не так уже молод. Все равно хочется, чтобы была подпитка молодежной команды. Знаете, на вопрос, назовите несколько аргументов, чтобы отдать девочку в футбол, Вероника ответила характер и путешествие. Ведь благодаря футболу она увидела очень много городов и стран. Чем бы вы могли дополнить этот список? Я соглашусь с Никой по этим аргументам. И также, наверное, добавлю сюда это дисциплину. Потому что любой спорт, опять же, как командный, он дисциплинирует игрока, спортсмена. Ольга Сергеевна, хотелось из первоисточника, в общем-то, получить информацию. Якобы в женском футбольном клубе «Зенит» достаточно строго цветовой гаммы одежды вне поля. И что лучше даже вне поля, особенно на каких-то ярких светских мероприятиях, не появляться, например, в красной гамме или еще что-то такое. Что сине-бело-голубая приветствуется. Ну что, красной не носить? Есть такой момент. Опять же, мы не то, что там строго относимся к девочкам в том, в чем они ходят по городу или что у них в гардеробе. Просто есть такой момент в плане нашей спортивной базы, чтобы не было вот этого яркого цвета. Потому что сама столкнулась с тем, когда только-только я подписала контракт, у меня был маникюр. Правда, не красный, а розовый, на что болельщики наши обратили внимание, что я сразу поняла, что здесь за этим смотрят, на это обращают внимание. И вот даже маникюр теперь работает в «Зените», у меня он наших корпоративных цветов. По поводу маникюра, ну это же часто у футболистов спрашивают, как вы умудряетесь во время игры сохранять маникюр? Но девчонки действительно за этим очень следят. Такая культура своеобразная тоже в женском футболе. Конечно, да. И девчонки не только следят за маникюром, в принципе, за собой они очень так следят. Если вы общались с Лизой, не купывают. Она вообще следит за всем. Даже со своим молодым человеком она все равно сделала на лицо. Да. Так, про маникюр поговорили. А приходится девчонкам внутри команды выпускать коготки. Есть конкуренция, зависть, интриги? Все есть в женской команде, но стараемся, чтобы этого не было. Единственное только – это здоровая конкуренция. Спасибо вам большое. Спасибо за добрые слова. Спасибо, как всегда, за профессиональные комментарии. У нас в эфире, друзья, был главный тренер женского футбольного клуба «Зенит» Ольга Порядина. Ольга Сергеевна, всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну вот еще раз с главным тренером женского «Зенита» мы поговорили про сборную. Расскажем нашим слушателям, что Вероника играла и в юниорской сборной, и в молодежной. Много стран объехала ваша дочка с этими сборными? Да, очень много стран. В составе национальной сборной России Вероника дебютировала весной 2019 года. Вот, Виктория Юрьевна, ну вы ведь, наверное, даже не удивились, когда ее вызвали играть за команду нашей страны. Я, наверное, не удивилась, потому что, ну я говорю, что я уверена, что у нее будет все отлично, и она лучшее. Это однозначно. Для нее это очень важно. Я ей всегда говорила, Ника, зачем тебе нужна эта сборная? Вот у нас вот так вот. Она «я хочу, мне нравится». Ну я как-то и равнодушна была. Она была очень рада, когда ее позвали. И папа, наверное, и бабушка. Все веселились. Кроме вас. Я не то, что не веселилась, но я как-то спокойно к этому отношусь. Она очень довольна, и она всегда стремится, чтобы попасть. И она хочет играть. И я думаю, конечно, она стремится к тому, и я уверена, что это будет, что она будет играть в основном в составе сборной России. Сейчас в сборную России тренирует Юрий Красножан. Что дочка вам про него говорила? Говорила, интересный мужчина. Ну, хорошее все говорила про тренера. Я что-то спрашивала, спокойный. Отношения хорошие. Отличается манера поведения поклонников футбола на мужской игре и на женской? Или вы на мужском футболе не были никогда? Нет. Ну, была тогда вот один раз, когда с бабушкой. У меня есть любимые футболисты. Киржаков Аршавин. Я смотрела раньше, когда Никочка была маленькая, да, там сколько ей был, годик или что. И папа, что у нас любитель футбола. Я присоединялась к нему. Я смотрела. Дзюба мне нравится. Ну, вот, наверное, три вот этих игрока. А вообще, опять-таки, возвращаясь к разговору о стадионе, о болельщиках, как вы замечаете, в последнее время растет количество болельщиков на женском футболе? Да, растет интерес. Но у меня в Лазаревском подруги уже такие смотрят футбол, где играет Ника. Знаете еще, что вот они вот играют, мне чуть-чуть тяжело смотреть, в каком плане. Вот я смотрю, эта игра была когда с локомотивом. У меня голоса нет, девочки. Сердце выскакивает. Я такая была счастливая, что они выиграли. Вы не представляете. Я настолько кричала в своей квартире. Я думала, если честно, что у меня соседи сбегутся. Ну, и так, в принципе, я на любую игру не реагирую. Я, конечно, болею за них, и для меня это как-то очень волнительно. Это программа «Мама знает все». Это еще не финал. Мы продолжим совсем скоро, и в нашей студии появится еще один очень важный человек, сыгравший огромную роль в жизни футболистки Вероники Куропаткиной. Мама знает все на Авторадио. Вероника Куропаткина, игрок женского футбольного клуба «Зенит» и сборной России. Сегодня речь в нашей программе о ней. А в студии замечательная мама Виктория Юрьевна. Проект создан по инициативе Российского футбольного союза и при поддержке «Газпромбанка». Мы обещали важного гостя. И вот он, папа Вероники. Николай Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Николай Вадимович, мы знаем, что во всем виноваты вы. Если бы вы, когда Вероники Нике не было три годика, не взяли ее с собой на футбол, возможно, ничего бы этого не было. Я считаю, что это обстоятельство непреодолимой силы, когда мы уже 30-летние, скажем так, ребята, чтобы не потерять связь, арендовали стадионы, чтобы физически не потеряться, да, тоже раз-два раза в неделю. Нанимали даже судей. Приглашали более молодых, которые только закончили, да, ну и выкладывались по полной программе, делали полный матч с судейством, с борьбой. И брали своих детей. Ну, ребята брали своих сыновей. А вот, а когда выпало такое, что стадион был снят в двух шагах от нашего дома, где мы тогда жили, я взял Нику. И как ей? По просьбе Виктории Юрьевны. Так что опосредованно она тоже участница. Но она говорит, что она чаще всего этот момент вспоминает и думает, вот если бы я тогда не отправила Нику на футбол, все было бы по-другому. Не думаю, чтобы все было по-другому. Дело в том, что тогда Ника познакомилась с этим спортивным снарядом под названием футбольный именно мяч. Не какой-нибудь резиновый, детский там и так далее. Именно футбольный мяч непосредственно во взаимодействии со своими вот этими трех-четырехлетними сверстниками, мальчиками. И я, когда играли мы, да, я посматривал, естественно, на бровку. Как там дочурка? И они там, значит, там лесополоса была, они там бегают с этим мячом. В конечном итоге оказалось так, что мальчики уже где-то там сидели, разговаривали, а дочурка все с мячом. С момента вот с этого трехлетнего и до 14 без мяча мы не выходили вообще никуда. Ни в магазин, куда-то поехали с семьей на пикник, ни к морю. Всегда были только с мячом. И дружить со своим полом, с девчачьим, да, она вот где-то с 12-13 только начала активировать. У нее появились подружки. А как супруга на это все смотрела? Ну, маме же тоже надо было отдохнуть, что-то приготовить, да. На это она смотрела, ну, как ребенок гуляет сначала, да, вот так она смотрела. Вот, затем мы переехали в Лазаревское, вот этот вот приморский поселочек. Начали там дворы собирать. Там уже, ну, как-то более серьезно пошло. Я, естественно, играл за нее, естественно, все мальчики. Я уже организовывал соревновательный такой момент, да, эмоциональный такой момент. Мы всегда выигрывали. Но 5-4, 4-3. Поэтому папа, все, пойдем. Я заходил за Сеней. Я заходил за Витей. Это мальчишки или... Мальчишки, да. Ну, я думаю, мало ли, вдруг вы тоже своих взрослых друзей выводили. То есть забирали ее мы из школы-садик, там была такая. Можно я еще моментик ставлю? Когда приходила за ней в школу-садик, после школы группа продленного дня. И она с мальчишками играет там в футбол. Я прихожу, воспитательница, учительница там или мамочки. И такая будущая футболистка. Я смотрю на них, думаю, господи, ну что вы за ерунду говорите? Какая футболистка? Я, Ника, пойдем домой. Она всегда, мам, ну можно сейчас, доиграю. Иногда разрешала доигрывать, иногда нет. Более серьезно мама начала относиться к футболу и к пониманию того, что очень трудно будет отвадить Веронику от этого вида спорта, когда мы предлагали ей альтернативные варианты в виде гимнастики, например. Когда мы маленькую ее отвили, помнишь? Ну да, гимнастика не зашла, большой теннис тоже. А наши игры во дворах продолжались бесконечно. Они продолжались бесконечно до той поры, когда она в пятый класс не пошла. В школу, которая была буквально, вот мы из окна посмотрели, что было очень удобно. Она перешла через дорогу, она в школе. Здесь в четыре раза все увеличилось интенсивность ее игр. Для вас уже было очевидно, что это спорт для девочек значит очень много. Да, очевидно. И, кстати, после того, как все началось и закрутилось, немножко эмоционально, может быть, немножко, только вот в такой степени мама начала принимать. Николай Вадимович, мы здесь по-женски так немножко уже посентиментальничали, повспоминали какие-то трогательные моменты, моменты расставания, когда мама там не хотела ее отпускать в Москву. Для вас вот скажите, пожалуйста, какой эпизод из жизни Ники с вами связан? Ну, когда вот прямо от вас сердце сжалось, когда, может быть, там тоже слеза выступила, когда в груди защемило от того, что происходит в жизни футболистки Куропаткиной. Вспомните такой момент. Вся семья, не только я, как отец, да, переживает за Нику. Я помню, был момент, когда тренер в сборной, ну, обронил просто, обронил, что там чуть-чуть-то что-то прибавило там в весе. Ей лично? Ей лично, да. Вся семья сидела две недели. Вы с ней просто за компанию? За компанию, да. Да, мы сопереживали ей, потому что это обговаривалось неоднократно. Это вот мнительность молодого игрока, да. И вся семья, конечно, сопереживала, вся семья ее поддерживала. Вся семья пыталась уйти от этих разговоров, ну, в нужную плоскость какую-то, да, созидательную. Поэтому вся семья, я так думаю, у всех сжимается сердце, когда что-то с ребенком происходит. А вы все время говорите дочери, что гордитесь ей? Или сдержанно себя ведете в этом плане? Я ей всегда говорю, что я ей горжусь, что она самая лучшая, что у нее все будет отлично. Это я говорю каждый день по несколько раз. Я всегда ей говорю, как есть. Ну, а чаще получается, что, конечно, я ей горжусь, потому что мастерство, видна ее игра. А на трибунах вы себя прилично ведете, когда Ника играет? Нет, очень эмоционально. Нет, я ей ничего не кричу лично. Я просто, ну, болею. Я болею. Просто болею. Просто мы знаем, что мама-то уже и голос тоже срывала, притом даже под телевизор, да, или там что-то. Но те по телевизор уже смотрели. Я про себя болею. А по итогам игры подбираете слова, чтобы разобрать то, как она играла? Абсолютно. Или всю правду матку прямо вот? Нет, всегда разбираем полностью. Лично я полностью просматриваю игры по два раза, да, чтобы не быть голословным. И когда она там очень сильно себя сама, она сама себе, можно сказать, критик, да, больше, чем я. Я всегда ей указываю, что, ну, в первом тайме, скажем так, вот на такой-то минуте там можешь пересмотреть доказательно, да. В первом тайме вот там пару было неудачных передач, ну и во втором там одна. Все. А за остальное я тебя хвалю. Я очень люблю своих родителей. Вот такие слова подбирает одна из лучших футболисток нашей страны. И от таких цитат и таких эмоций наша программа становится только душевнее. Спасибо вам огромное. Спасибо. Невероятно приятно было и познакомиться, и пообщаться. Виктория Юрьевна, Николай Вадимович, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю встречу. И за те эмоции, за те знания, которые мы от вас получили. Мы благодарим всех участников сегодняшней встречи. Все выпуски программы «Мама знает все» доступны на подкаст-платформах «Яндекс.Музыка», «Эппл.Подкасты», «Подкасты ВКонтакте», а также на сайте авторадио.ру. С вами были Катрина Гайсина, Татьяна Гордеева. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Замечательно, Сергей Куропаткин. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. До свидания. Самые близкие и важные в жизни люди – мамы – помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все. Продолжение следует...